Не знаю многие ли из вас задумывались какие сорта лучше выращивать в открытом грунте – индетерминатные или детерминатные низкорослые. Скорее всего люди с опытом давно для себя определились с выбором, но вот начинающие, те кто только увлеклись выращиванием томатов, частенько задают такой вопрос в комментариях. Я решил порассуждать на эту тему и поделиться с вами своими мыслями на этот счет, а также обсудить эту тему с вами в комментариях. Так уж принято, что в открытом грунте стараются выращивать детерминатные низкорослые сорта, а в теплицах индетерминатные высокорослые. И в принципе все логично, особенно если речь идет о теплице, то тут вообще вопросов не возникает, а вот с открытым грунтом я бы сказал не все так однозначно. Почему же многие выбирают только детерминатные низкорослые сорта для открытого грунта? Я пообщался с людьми, почитал мнение и выяснил следующее. Чаще всего выбор низкорослых сортов обусловлен чем-то вроде традиции, потому что так принято. В открытом грунте выращивать нужно низкорослые томаты. Это на самом деле самое странное объяснение, но попав впервые в семенной магазин скорее всего по совету продавца человек приобретет для открытого грунта именно низкорослые сорта томатов. Другая причина, более логичная, она звучит так. Низкорослые сорта требуют меньше ухода при выращивании, с ними проще, высадил и забыл. А высокорослые нужно уметь формировать, с ними сложно, их нужно посынковать и подвязывать. В принципе в этом есть правда, особенно если брать некоторые низкорослые штамповые карликовые сорта, выращиваемые без посынкования и формировки куста. Их можно высадить много, они будут лежать на земле и вы все равно сможете получить какой-никакой урожай. Также многие считают, что индетерминантные сорта в определенных климатических условиях не успеют отдать весь урожай, в отличие от низкорослых сортов, которые зачастую более ранние и успевают отдать весь урожай в течение короткого лета. Такое мнение также небезосновательное, но все же не такое однозначное. Многие отказываются от высокорослых сортов из-за того, что считают их более требовательным к питанию и подкормкам. И это тоже логично, ведь индетерминантные томаты продолжают расти и формировать новые кисти постоянную, и им действительно необходимо достаточно питания для этого. Еще одна популярная и абсолютно обоснованная причина – это нет возможности сделать опоры для высокорослых томатов, создать условия. Здесь не поспоришь. Хорошие опоры сделать довольно дорого, а дешевые варианты, если даже не дорого, то трудозатратно. Есть, конечно же, и другие, менее распространенные причины, из-за которых выбирают низкорослые сорта для открытого грунта, о них я еще расскажу, но основные и самые распространенные именно те, что я уже назвал. Почему у меня вообще возникло желание обсудить эту тему? Дело в том, что я заметил на личном опыте, как постепенно, даже в какой-то мере незаметно для самого себя, я начал высаживать все больше высокорослых сортов и все меньше низкорослых. При том, что выращиваю я томаты на данный момент только в открытом грунте. Почему же так происходит? Если посмотреть на огромное количество сортов томатов, которые каждый год пополняются и обновляются, то можно заметить, что преобладают, конечно же, индетерминантные. Их намного больше, и они более разнообразны. Поэтому, если увлекаешься выращиванием новых сортов, то и логично, что будет больше индетерминантных сортов. Но не только в этом дело. Давайте по порядку. Формировка и уход за высокорослыми сортами томатов не имеют ничего сложного. На самом деле, зачастую сложнее сформировать детерминантный сорт правильно, так чтобы не потерять дополнительный урожай на пасынках. Ведь многие детерминантные томаты все же требуют формировки. Если ее не делать, то урожай будет меньше, а плоды мельче. С высокорослыми сортами все просто. Изначально решите, хотите вести куст в один стебель, в два или три и обрезаете все лишние пасынки. Нужно уделить 10 минут времени, чтобы понять, что такое пасынок и как раздваивается стебель. И вы сразу поймете, как формировать куст. Теперь по поводу опор для томатов. Это будет основная проблема. Без удобных опор высокорослые сорта выращивать сложно. Опоры нужны обязательно. Низкорослые сорта тоже нуждаются в опоре, особенно если они крупноплодные. Но им достаточно небольшой палки, а вот высокорослым уже нужно что-то более серьезное. Опоры можно соорудить из веток, прутьев и проволоки, а можно сделать металлическую конструкцию один раз и надолго. Но и потратиться придется основательно. Я вот до сих пор не закончил создание постоянных опор, так как металл дорогой и за один раз купить его на все грядки сложно. Покупаю постепенно. Но если у вас 2-3 грядки, а не 20 как у меня, то будет намного проще. Кстати, среди детерминатных сортов не все низкорослые. Многие достаточно высокие и вырастают до метра и даже более. В таком случае, как мне кажется, уже вообще нет разницы между ними и высокорослыми сортами. Им уже потребуются практически такие же опоры. Теперь по поводу успеют ли вызреть высокорослые сорта в вашем климате и отдать весь урожай. Я понимаю, что климат у всех разный и у кого-то лето действительно очень короткое. Чаще всего в таких регионах без теплицы никак. Достаточно много высокорослых сортов с ранними сроками созревания. Разница лишь в том, что они как правило закладывают первую цветочную кисть позже и отдают урожай постепенно. Кисть за кистью. А низкорослые сорта отдают основной урожай более дружно, за короткий срок. Но все же, если правильно все спланировать и вовремя посеять томаты на рассаду, уверен, можно получить с высокорослых сортов за тот же период больше урожая, даже в условиях короткого лета. Пусть не все кисти успеют вызреть, но и этого будет достаточно. Урожайность у высокорослых сортов в любом случае выше, чем у большинства низкорослых томатов. У меня, кстати, картина всегда одинаковая. Детерминантные низкорослые сорта уже завершают плодоношение к концу августа, а высокорослые еще примерно 2 месяца продолжают завязывать плоды до самых холодовых заморозков. По моим наблюдениям, в открытом грунте высокорослые сорта томатов чувствуют себя не хуже, а зачастую лучше детерминантных сортов в низкорослых сортов. Вы вполне можете подобрать устойчивые к болезням и неприхотливые сорта. Выбор огромен и он не будет у вас ограничен высотой куста. Подкормок и питание высокорослым сортам, возможно, требуется немного больше. Они ведь и сами больше, и у них выше урожайность. В итоге вы получаете больше плодов, и это абсолютно оправданно. В то же время, на протяжении всего сезона я делаю обычно одинаковые подкормки как низкорослым, так и высокорослым сортам. Весь остальной уход за томатами и профилактические обработки и у низкорослых сортов и у высокорослых также ничем не отличаются. Что мы имеем по итогу? Главная проблема – это соорудить хорошие опоры для высокорослых томатов. И конечно же выращивать высокорослые сорта нужно только через рассаду, правильно рассчитав сроки посева в своем климате. Безрассадный способ им вряд ли подойдет. Немного больше забот с формировкой, но только если сравнивать высокорослые сорта с карликовыми, не посынкующимися сортами. Если же сравнивать с просто детерминантными сортами, то их также нужно формировать и разницы особой не будет. В итоге, начав выращивать в открытом грунте не только низкорослые сорта, вы сможете получать большие урожаи и выбирать для себя томаты из более огромного ассортимента индетерминантных сортов, которые однозначно могут предложить много всего интересного. И как мне кажется, высокорослые сорта вообще даже интереснее выращивать. В общем, мой вывод такой. Выращивать можно и нужно в открытом грунте любые сорта томатов, которые вам нравятся. Не нужно себя ограничивать лишь низкорослыми сортами. Не бойтесь выращивать индетерминантные сорта в открытом грунте. Попробуйте и я уверен вам понравится. Во всем, конечно, есть свои плюсы и минусы, но точно не стоит ограничивать себя и выращивать в открытом грунте лишь низкорослые сорта. Надеюсь, вы оставите свое мнение в комментариях по этому вопросу. Хочется узнать, как вы относитесь к данной теме. Всем удачи! Не забывайте подписываться на канал. Субтитры сделал DimaTorzok